ежегодно приблизительно в середине марта в продаже появляется долгожданный фрукт это самый первый и самый ранний фрукт нового урожая его называют по-разному в узбекистане этот фрукт называется довча в таджикистане его называют гура и это один из самых любимых фруктов для жителей стран центральной азии неудивительно что цены на этот фрукт мягко говоря кусаются первые плоды продают по ценам достигающим 15 и более долларов за килограмм в пересчете на американскую валюту учитывая уровень доходов населения в странах центральной азии это очень дорогой продукт и тем не менее он пользуется спрос вот это гура который продается с лимонами огурцами яблоками как видите и он достаточного размера чтобы люди потребляли его и покупали то есть он считается нормальным продуктом таджикистане сегодня его цена более 7 сам они но значит его может купить и на рынке и в магазинах видите значит распродали целый мешок вот еще опять насыпают вот расскажите расскажите про качество качество сами выше сорт размер большой а как кушают люди как кушают быстренько как снеки потребляется кстати в украине молдове этот фрукт также очень хорошо известен но прежде всего детям которые не могут дождаться созревания абрикос и часто поедают их зелеными тем не менее в центральной азии его потребляют не только дети но и взрослые по словам нашего консультанта консультанта фау бахтеора абдулахинова из таджикистана он особенно тоже популярен среди женщин и детей и в отличие от украины молдовы и стран восточной европы зеленый абрикос является также коммерческим продуктом то есть его продают и на рынках и в сетях супермаркетов чуть позже мы покажем видео которое снял бахтиор кроме того есть множество способов употребления этого продукта его просто грызут для освежения дыхания или же его потребляют как снэк то есть закуску обильно посыпав солью и сейчас как раз время каждому попробовать возможно вам тоже понравится потому что как раз сейчас в странах восточной европы можно найти зеленый абрикос с мягкой молочной косточкой самое главное люди знающие предупреждают не запивайте это водой может быть не сварения вот это самый лучший видите костянка не за не отвердела считается это самый лучший размер то есть чем больше и размер и если костянка молочная без косточка молочная тогда он считается качественным вот здесь 7 сам они а вот некачественный он ведь и размер он желтее это падали ца он 4 сам они а то что руками собирали это 7 сам они вот это самый лучший вид гора он ведь он даже по виду отличается он как полированный 15 сам они килограмм он считается слаще слаще и значит тоже являются очень потребляемые продуктом самым вкусный говоря вот здесь женщины подсказывают что его потребляют как в свежем виде так и используются в супах также делают закрутку консервирование на зиму опять-таки для добавления в различные супы также давчу или гуру или зеленый абрикос многие консервируют варят из него варенье из давчи варят очень вкусный суп и и часто добавляют салаты в марте-апреле когда она доступна многие также замораживают давчу и даже есть уже коммерческие предложения от заморозчиков которые предлагают давчу айкев то есть быстрой шоковой заморозки давча это тоже кладезь витаминов но при этом она имеет низкий гликемический индекс и невысокую калорийность поэтому является диетическим продуктом это также очень удобный продукт для фермеров выращивающих абрикос для свежего рынка так как им нередко приходится проводить прореживание урожая для получения крупных и хорошо освещенных фруктов то есть плодов абрикоса поэтому зеленый абрикос который срывается во время прореживания может еще и приносить дополнительную выручку ведь он виден продается дороже чем собственно спелый абрикос ну и реализация зеленого абрикоса это тоже прекрасная возможность растянуть по времени сезон реализации продукции что всегда позитивно сказывается на денежных потоках предприятия кто знает возможно это станет бизнес идеей для некоторых производителей абрикоса из украины и молдовы однако еще непонятно понравится ли этот продукт жителям данных стран которые наверное все таки не привыкли к подобному вкусу в любом случае пишите в комментариях к этому видео что вы думаете о такой бизнес идеи данный размер ценится потому что даже у кого нет зубов они могут потреблять то есть он мягкий вот видите люди молодые люди тоже покупают чтобы просто по дороге погрызть это и здоровые продукты и свежие и витамины с весной полезно из таджикистана из городка не бабанский очень вкусный можно попробовать полезные витамин сами хорошие витамин с и попробовать только балвей ты